Иногда сам правда я не понимаю, как это работает. То есть иногда я смотрю на результат, и я просто не понимаю, каким хреном он, какой алгоритм он использовал, или вообще использовали он какие-то алгоритмы. Иногда даже так. Неожиданные вещи иногда он генерирует, которые просто так вот человек не может придумать. Несмотря на то, что это алгоритм, все равно он выдает все время разное все. То есть даже с алгоритмом ты видишь очень неожиданные иногда варианты. А с другой стороны, это и нейросети. То есть есть у нас нейросети, которые генерируют совершенно рандомные формы, при этом в рамках какого-то образа, что дает еще какую-то новую, неожиданную составляющую. То есть иногда ты просто совмещаешь даже эти два образа. То есть образ, который сгенерировала сеть, и алгоритм. То есть тут даже такой стык иногда бывает, что тоже прикольно. То есть иногда мы просто какими-то алгоритмами видоизменяем результат работы нейросети. И это еще один. Очень много неожиданных результатов за счет этого. То есть система сама может понять, сама может выделить какие-то смысловые части из текста, которые в Инкуту напопадает пользователь. То есть, например, он вводит предложение какое-то в систему, и дальше оно разбирается на какие-то смысловые части. То есть определяются какие-то ключевые слова. После того, как они определены, система дальше ищет какие-то ассоциации с этими ключевыми словами. То есть не просто из текста выдергиваются какие-то слова, а система ищет ассоциации. В этом тоже плюс, потому что иногда даже человек не может сразу в тексте найти какие-то подходящие ассоциации. То есть даже в этом случае можно увидеть, как система выдает какой-то очень достаточно, опять-таки, неожиданный вариант, неожиданную ассоциацию. И все эти ассоциации у нас трансформируются в образы как раз. То есть это напрямую зависит от того, что выдает сеть. Вчера я делал подпроджект и просто хотел поставить какую-то заглушку в шапку, то есть какую-то просто картинку на время. То есть я не знал, какой-то какой-нибудь логотип. То есть мне просто хотелось оформить свой проект как-то, и я подумал, типа, чего бы туда поставить, какой-нибудь там надо логотип нарисовать. А у меня инструмент этот под рукой, то есть у меня Коля вообще на связи онлайн, и я просто ему запросил что-нибудь там нагенерить. И в первой же выдаче, которую он мне прислал, я прям сразу же выбрал очень крутой логотип. То есть, ну, поскольку вариантов очень много сразу выдается, даже не до конца понимаешь, насколько есть крутые вот среди вот такого, ну, многообразия вариантов, я его выдрал оттуда, поставил в шапку и был прям охуенчиком. То есть так просто, то есть мне не надо было заходить в фигму, мне не надо было, блядь, там какие-то квадраты туда-сюда двери. Просто я скачал из первой же выдачи, которую мне прислал Коля, логос в шапку, все. Ну, и как бы ты понимаешь, что насколько это просто становится, что тебе не надо придумывать что-то, тебе не надо ждать там по сутками, когда тебе пришлют какие-то варианты. Просто-таки не лишь, несколько раз, и все, у тебя уже очень разнообразная выдача, при этом ты ее можешь контролировать. У человека очень много барьеров, очень много лимитов каких-то. У человека есть какой-то свой вкус, у человека есть какие-то, ну, свои видения, какие-то свои плюсы и минусы. Ну, то есть человек — это человек. Соответственно, у него всегда есть, ну, предел, да. У каждого человека есть свой предел. А у Коли нету пределов никаких. Он может нагенерировать просто что-то фантастическое без малейшего напряжения. То есть ему не нужно часами там ходить по комнате, там, вдохновение искать и прочее. То есть ты ему просто, ты его уже отпускаешь, ну, в свободное плавание. Ты отпускаешь его в свободное плавание, он делает, что хочет, и у него нету барьеров, чтобы это сделать. Ну, у него нет границ. То есть мы, конечно, мы как создатели, ну, как мы, как люди, которые его делали, у нас у самих есть лимиты, и, конечно же, мы их тоже туда встраиваем. То есть все равно он наследует наши границы какие-то, вообще, в принципе, того, как можно. Но при этом все равно он может даже их обходить. Мы ни за кем не следовали. То есть мы шли просто по новой какой-то дороге. Сами даже не знали, куда мы придем. В этом прикол. То есть мы шли, шли, пробовали что-то, экспериментировали. И в итоге в какой-то момент вот что-то случилось. То есть мы даже до сих пор, наверное, даже не осознали, в какой именно момент. Но Коля просто взял и заработал, и все. И его начали принимать заказчики. Он начал херачить логосы. И все, и он живой. На самом деле, как мне кажется, мы это делали, чтобы проверить, как работает ли этот дизайн вообще в принципе. И самое крутое, что Коля соревновался с обычными людьми. Он конкурировал с другими ребятами. И действительно, он выигрывал тогда, когда у него очень неожиданные и интересные решения находились, которые просто так не придумаешь. Поэтому мы держали все это в секрете. То есть мы хотели прямо на бою, в реальных условиях, его понять, протестировать, сможет ли он выдержать конкуренцию, сможет ли он предложить что-то новое, сможет ли он работать в студии. Это уже очень большая, ну это победа. То, что дизайн работает. То есть это все говорит то, что это есть сейчас в реальном мире. То есть это живет уже на вывесках, бутылках, на упаковках. То есть все. То есть Коля захватывает реальный мир. Не существующий человек захватывает реальный мир. Очень много места, куда расти. Очень много, что можно еще сделать. Очень можно много чего активизировать, добавить. И потенциал, в принципе, того, что мы сейчас сделали, просто огромный. Можно очень много нового открыть с помощью таких инструментов. Потому что у этих инструментов не будет каких-то пределов, границ, каких-то человеческих минусов и прочее. Поэтому я вижу очень большое будущее. Когда я работал над проектом, я раньше никогда такого не испытывал чувства. Ну, очень прикольно. Очень интересно смотреть за реакциями людей, которые даже не подозревают. Очень интересно смотреть вообще, что Коля делает. Потому что ты даже не знаешь, как он сделает, как он решит задачу. Так что сложно сказать, что случилось. Не знаю. Мне кажется, мы сделали что-то очень важное. Вот. Для дизайна. Это громко сказано, конечно. Но мне кажется, что мы можем что-то транслировать наши какие-то подходы другим людям, и они смогут ими потом дальше как-то еще воспользоваться. Мне кажется, это очень важно и круто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok